Это одиннадцатая серия летсплейтик на маге 3 перерождение. Я начинаю новый летсплей с огромным количеством модов, нацеленных на магию, механизмы, путешествия и куча всего другого. На сборке присутствуют такие сущности, как творческие предметы. Кто не знает, это самые имбовые вещи в игре, некоторые из которых позволяют даже дюпать жидкости, энергию и предметы. Но имеют просто бешеные крафты, требующие тысячи, а то и сотни тысяч разных ресурсов. И моя цель на этой сборке это скрафтить все творческие вещи. Расчлененка, убиваю овец, грипп, убийца овец, овец, баран. А, пули закончились, все, ладно. Так, всем привет! А, ладно, я же обычно не здороваюсь. В предыдущей серии мы сделали этот пистолет с автонаводящимися пулями. И, блин, вы гляньте на автоматическую ферму растений, здесь все так разрастается. Какие-то появляются всякие бочки с картошками, с томатами, ой, с этими, с морковками. Конечно, я сам их расставляю, но все равно приятно наблюдать, как будто это все эволюционирует и постепенно, там, не знаю, улучшается и так далее. Помимо декоративных всяких снопов сена и так далее, у нас тут появились пчевы, которые, гадины, залезли в улей, прям как только я начал серию записывать. Только тут все, блин, сидели, опылялись. О, вот вылезли, все, молодцы мои. Специально на серию, да, покажите свои жопы, вон, покрутитесь и так далее. Поцелуйтесь тоже нормально. Кстати, я не понимаю, какого фига эти пчевы, блин, летят один блок опылять? Ну вот же есть второй блок глины, ну дура, ну ты подвинься и сиди его опыляй. Ну из-за этого она ждет, пока это опылит этот блок, потом вторая подлетает. Короче, непонятно, у них механика, логика, и вот, видите, вот она, ай, хотя нет, подожди, они как-то одновременно, ну короче, дуры, другим словом их не назвать. Дебил Александрович, если кому-то интересно, тоже у нас на месте, он все тут крутится на карусели. И давайте, раз уж мы сюда приперлись, то я соберу и покажу, как я собирал в предыдущей серии мед, вот, то есть это мы уже ресурсы, ух ты, кстати, много нафармилось, я только недавно собирал, мы поймали двух видов пчел, точнее нет, мы даже поймали три вида пчел, но одна дура улетела. А, нет, еще и четвертая RGB пчела тоже куда-то слиняла, короче, вот реально дуры, пчелы все время какие-то странные. Итак, самое главное, что я пытался получить, это слизневых пчел, потому что именно из слизневых сот можно фармить сгустки слизи, но это не самое главное, это главная жемчужина, которая выпадает с однопроцентным шансом, и мне еще ни одной не выпало, говно. На базе я, в принципе, ничем толком не занимался, я получил только несколько сундуков до алмазных, потому что я в предыдущей серии аж так добыл, и все, теперь у меня, о, куча ресов, просто куча могу хранить ресов. Вот, кстати, эти липкие жемчужины, которые и нужно выбивать. Вообще, я собирался в предыдущей серии заняться зачарованием, и сделать там какие-то кастомные эти зачаровательские полки, вот и так далее, мотопопиозис вы мне писали в комментариях, и, наконец-то, надо уже этим заняться, кстати, что у меня тут переполнило. О, хавчик, вообще, вовремя. Но прежде этого, я хочу пройтись по нескольким комментариям, например, один из которых, это просто гениально, народ, но я дебил, как я вообще мог этого не понять, посадить саженцы загадочной древесины, а именно, деревья, в которых мне выпадали золотые яблоки, которые я нашел в каком-то там биоме, и их посадить на автоматическую ферму, как я вообще мог это забыть, я даже не представляю. У меня же сейчас этих яблок золотых тут будет бесконечное количество. Давайте, разумеется, это сделаем, но вот такая, кстати, проблемка. Я не смогу эти саженцы запихнуть в сундуки, нифига себе, тут дерево выросло, в сундуки вот этой всей структуры, и что же мне тогда делать? А, на самом деле, ничего, я думал, сейчас я вот так просто посажу, оно вырастется, но, блин, в автономных активаторах еще фильтры на... Э, не понял. Э, что это говно? У меня саженцы пропали. Я тыкнул куда-то, и пропало все. Алло, ты что творишь? Где мои саженцы? Один хоть остался, слава богу, я его посадил. И, походу, я его запихнула в автономный активатор, что ли? Ну, давайте я попробую вот это все убрать. Нифига. У меня украли сраный саженец. Ироды. Ладно, придется остановить пока эту схему. Ага, понятно, они, короче, попали в ящики. Фух, слава богу, я уж думал, исчезли. И раз уж я все это дело остановил, то давайте где-нибудь вот здесь и вот здесь в фильтрах я выберу вот это вот саженцы. Кстати, у меня здесь еще какой-то саженец не выращивается или нет, все нормально, ладно, пофиг. И кладу в сундуки, снова запускаю эту схему и возвращаю блок земли. Все. По идее, теперь у меня будут расти тут золотые яблоки, давайте я возьму костную муку и сразу же проверим автономность этой схемы. То есть эффективность. Итак, тыкаю, тыкаю, дерево выросло, отлично, кстати, очень здоровое. И как вы помните, с одного дерева мне уже выпадало, что ли, где-то 10 яблок, то есть это, блин. Это я сейчас буду ими одними, походу, питаться. Ну-ка, вот он его рубит. Рубит, отлично, все срубил, сейчас смотрим. Придут ли золотые яблоки ко мне в систему. Они пришли, два. Немного, конечно, но все равно, вы прикиньте, сколько их будет фармиться. По идее, теперь я чуть-чуть про фыкашу, заберу кучу золотых яблок, положу их в свой рюкзак, в который я запихну улучшение на автокормку. И мне, по идее, вообще не нужно будет ничего делать, я все время буду ходить с дополнительными двумя сердечками. Хотя у меня уже одно дополнительное появилось, и не просто так, вы мне тоже вспомнили это в комментариях, то, что если я на этой сборке буду есть новые виды руды, то с определенным, что ли, шансом, там, или на какой-то определенный вид еды. Короче, чем больше новых видов еды я ем, тем больше у меня появляется дополнительных сердец. Ладно, все, теперь давайте, наконец-то, займемся чародейским столом, мне уже не терпится проверить, как регулировать вот эти все полоски. Вы мне там тоже в комментариях писали, что чем больше они будут заполняться, видите, сейчас они вообще абсолютно не заполняются, тем круче мне будут попадаться эффекты в зачарованиях, и я смогу получать даже добычу, там, четвертого, пятого уровня. Короче, вот такая тема, кстати говоря. До сих пор не выложил вроде десятую серию, и так и не понял, как заглушить вот это вот все говно, которое тут все время крутится. Ладно, прочитаю, сегодня выложу, и, наконец-то, это сделаю. А сейчас я пошел смотреть гайд, минут 20, меня можете не ожидать, хотя для вас это секунда, мгновение, ну ладно. Я посмотрел гайд по этому моду, и, господи, да это просто шедевр! Не, если серьезно, просто обалденный мод, и там очень много всяких интересных механик. Кстати, черепаха, что вырвала железное, до сих пор ничего у себя на горбу не вырастило, меня, походу, обманули. Ладно, пофиг, сейчас не об этом, давайте, наконец-то, займемся этим модом. Наконец-то я понял, что это за показатели, Этерна, Куанта, Аркана, все это, оказывается, что-то значили очень полезные вещи. В общем, как я и до этого говорил, их нужно прокачивать, сейчас они просто на минимальных уровнях. И делать я это могу с помощью вот таких вот книжных полок. Как мы можем заметить, каждый из них прокачивает на определенное количество какие-то характеристики. Что-то Этерну там плюс 2, вот здесь плюс 1%, короче, блин, надо еще и с этим разобраться. Но самое главное, чем круче книжные полки, тем максимальнее я смогу прокачать эти показатели. Например, у нас есть книжная полка Эндера, потом драконья книжная полка Эндера и перламутровая книжная полка Эндера. И на самом деле нет, погодите, это даже не 3 уровня, это 2 уровня. Самая первая обычная книжная полка... Блин, тут драконья дыхание надо, е-мое. Ну, а в общем, драконья и перламутровая, они лучше, чем первая. Но отличаются тем, что вторая там дает больше Этерны, третья Аркан, короче, ладно. Сейчас разберемся, самое главное, мне нужны какие-то другие, погоди, книжные полки, я драконья дыхания пока не готов. О, тут есть вот даже вот такие, вот это я, наверное, скрафчусь, тут кванта плюс 100%, нифига себе. И, в принципе, я посмотрел 3 книжные полки, которые я сейчас могу себе позволить, это адская, далее. Морская книжная полка и последняя пчелиная. Для морской мне потребуется много рыбы фугу, и как же удачно, что несколько серий назад я построил автоматическую фирму. Давайте проверим, сколько здесь рыбы накопилось. А здесь практически стак рыбы фугу. Кстати, она до сих пор работает, ну-ка, или черви закончились? А? Черви закончились, надо еще фармить. Ой, погнали проверим, смогу ли я это делать, кстати, с помощью саженец? Ну-ка, сколько здесь уже яблок? Уже стак яблок! Все, быстро яблоки будет, все, теперь только яблоки буду хавать, понятно. Запихиваю саженец. А, нет, нельзя, говно. О, зато яблоки можно. Все, питайся червями, фармим, мне еще больше ресурсов. Ну, кстати, уже сетка, по-моему, скоростного. А, нифига, она вообще практически не сломалась. Не зря я на ее прочность третьего уровня зацепил. Кстати, а с помощью апофеозиса я, по-моему, даже прочность седьмого, что ли, а может быть, даже и восьмого уровня смогу накладывать. В общем, сейчас разберемся. Для пчелиной книжной полки мне потребуются соты, а также бутылочки с медом. И, как вы понимаете, у меня ни того и ни другого нету. А, кстати, возможно, если я буду по улью тыкать обычными бутылочками, я смогу получить мед. Ну-ка, давайте проверим. Задымляю его, начинаю тыкать и нет. К сожалению, нельзя. Зато скребком можно вот так. Значит, пчелиные книжные полки пока отменяются. Я лучше сделаю огненные, а для них мне нужны слезы Гаста. Кстати, они у меня есть. Да, у меня есть восемь штук, но также стержни эфрита, которые у меня одна штука. Именно поэтому я пойду сейчас убивать эфритиков. Угадайте, кто сдох? Я сдох! В итоге я добыл, блин, просто буквально за 5 минут практически стак стержней. Потому что у меня есть добыча пятая. И очень быстро, кстати, эфриты здесь спавнятся. У меня, кстати, такое ощущение, из-за того, что я посмотрел гайд по апофеозису, то, что этот спавнер какой-то прокаченный, ну или просто из-за этого мода здесь увеличенная вот эта вот спавность и так далее. А потому что действительно с помощью него можно будет прокачивать спавнер. И даже больше я вам скажу, этот спавнер можно забрать с помощью шелкового касания. По сути, если бы у меня сейчас была такая кирка, то я бы его забрал и дома сделал бы автофермочку. Но у меня ее, к сожалению, нету. Ну и еще интересный факт. Вы гляньте, что у меня в инвентаре нет. Я не читерил. Ничего я не спавнил. Это яйцо. О, яйцо призыва с полоха. Оно мне выпало с исушителя. И это тоже с помощью мода апофеозис. Потому что у меня на топоре, видимо, какое-то зачарование. Я не помню, какое именно. Может быть, слияние с Незером даже вот это пятого уровня. И именно оно позволяет с любого моба выбить яйцо призыва с каким-то шансом. Вот у меня одно есть. Ну и знаю, что с ним делать. Можно там и нет. Да ни хера, я не знаю. Знаете, пока я нахожусь вот в крепости, я вот что еще хочу проверить. Я хочу вот этих товарищей поубивать. У меня же пятая добыча. Я сейчас смогу себе черепа визеров выбить. Ну, правда, что-то все попрятались. О, лазуритовая пчела. Ну-ка, ее тоже заберу. Как вы могли еще заметить, я несколько пчел тут стырил в коробочку, чтобы потом... Так, куда она улетела? Дура, иди сюда. Тебя дома у меня ждут такие условия прекрасные. Но нет, она улетела. Ну и ладно, пошла в попу. В общем, ладно, блин. Больше не вижу я этих скелетов-иссушителей. Я бегу домой. Ну, стоп, нет, сначала грибы заберу. Грибочки мои. Стоп, я только сейчас понял. Блин, я же еще с помощью апофеозица и вот этого яйца, которое я выбил, смогу сделать свой кастомный спавнер. Ну, то есть обычный. Ну-ка, давайте я сейчас спущусь куда-нибудь вниз. Например, телепортнусь к себе в шахту. Как вы можете вспомнить, здесь у меня дофигища разных спавнеров. И вот, например, спавнер пауков, которые мне нафиг не нужны. Я просто тыкаю яйцом. И спавнер меняется. Я сначала подумал, что я просто и фритом заспаунил, поэтому ничего не говорил. А на самом деле нет. О, кстати, а здесь я их убиваю не с одного удара. Все, я вспомнил, что это за зачарование, которое слияние с Незером. Оно мне позволяет гораздо больше наносить урона в нижнем мире. И поэтому я там всех с одного удара убиваю. Так, не стреляешь? Ну и иди в задницу. Короче, теперь у меня в шахте находится спавнер спавнеров, но не знаю, зачем я это тут сделал. Не, по сути, я смогу вообще тут такое намутить. Как помните, я вот эту еще ферму строил автоматическую. Но у меня никто, блин, тут не фармится. Я отхожу от рассадника и моба, блин, не спавнится. Нужно, чтобы рядом игрок находился. А с помощью апофеозиса я могу убрать это ограничение. Правда, звезда с Незером понадобится, поэтому в этой серии я это не сделаю. Но потом обязательно. Эх, что вырва? Иди отсюда. Все, загородила мне. Так, сейчас мы будем делать, наконец-то, эти полки. Блин, сколько стержней я понафармил. Ё-моё, этот топор, это просто нереально классная штука. Но я смогу еще и добычу седьмого, блин, уровня сделать. Это я вообще буду не убиваем. Короче, давайте делать полки. Мне для адских потребуется зелье регенерации. И я только сейчас понял, что черт. Я адский нарос не добыл. И опять мне надо возвращаться в крепость. Зелье регенерации. Есть книжные полки. Я тоже понакрафтил. Короче, адские все. Все, можем создавать и придется это делать по одной штуке. Не знаю, сколько именно я сейчас их создам. Наверное, не очень много, потому что у меня книжных полок не бесконечное количество. Ага, и даже быстрее у меня закончились нестерские кирпичи. Ладно. И теперь приступаем к морским книжным полкам. Здесь у меня не хватает только... Ух ты, а призмариновые кирпичи. Блин, у меня же их вообще нету, наверное, ядри. Блин, и в принципе, единственный адекватный способ, с помощью которого я смогу получить эти призмариновые кирпичи, это найти подводную крепость. Ну, вы представьте, если я даже... Блин, если я даже океана ни разу не находил, насколько это будет сложно. Но, зато я вспомнил одну важную вещь. Я где-то в сундуке нашел карту исследователя океана. Именно благодаря ней я могу попробовать прийти. То есть это мне, подождите, надо на северо... На северо... Сапад. На северо-восток мне нужно бежать, лететь. Но если я несколько тысяч блоков сейчас на этой книге проскочу и пойму, что, блин, нифига я не приближаюсь к этой отметке, то не, я нафиг обратно телепортнусь. Кстати, надо сделать ручной телепортатор, а то я все время забываю. Что? Это все за структура, офигеть. Не зря я пошел океан искать. Вы смотрите, я походу нашел лесной особняк, но только какой-то модифицированный. О, так это я сейчас тотемы нафармлю тут. Здорово, пацаны. Этот самый гадкий. Нам быстрее его убивать. О, что, не понял? Мне дали подарки какие-то. Вроде обычного поборника убрал. Нифига себе, и три подарка, давайте откроем. Ну-ка, первый открыл. Ничего непонятное выпало, еще открыл. Э, у меня все... А, чердейские книги какие-то наховно. Блессин. Ладно, фигня, вот. Короче, я, честно говоря, просто задолбался. Все, не могу я искать этот океан. Уже 300 лет лечу и не могу найти. Но зато смотрите, кого я... Блин, одна пчела уже успела залезть. Я обнаружил пчелок. Ах, теперь надо ждать вторую. А, хотя нет, по идее, если я сломаю у литонов, летит и я... Я могу ее забрать. Нет, нет, я выпустил кого-то. Отлично, у меня уже, кстати, здесь просто дофигища разных пчел. И вот эти две обычные я собрал. О, еще одна. Я их собрал, чтобы добыть мед и соты. Ну, вы помните. Все, а я, наконец-то, телепортируюсь домой. И больше не могу. Не могу я путешествовать. Ха, ну, в принципе, раз я добыл пчел, то я смогу сделать второй вид книжных полок. Это пчелиные. Но давайте сначала я адские, наконец-то, расставлю. Получается, обычные я могу просто-напросто убрать. Расставляю адские. И, по идее, теперь с появлением их у меня здесь должны были прокачаться что? Этерна. Я уже, кстати, забыл. Все, да, смотрите-ка. Этерна прокачивается на 1,5 пункта, а кванта на 1,5 процента. Помещаю какую-нибудь лопату и вижу, что нифига толком, блин, ничего, походу, не прокачало. Нет, она должна была прокачаться, но вообще незаметно. А аркана абсолютно не поменялась, а это, кстати, по-моему, одна из самых офигенных характеристик, которые отвечают за эпичность, там, что-то легендарность предметов, точнее, зачарование. Короче, чем выше она, тем круче зачарования будут попадаться. Ну, как я и говорил, я могу прокачивать полки, но проблема в том, что она должна быть зачарована на слияние с Незером. И, насколько я понял, я могу упростить процесс получения этого зачарования, для этого мне потребуется... Так, погоди. Так, как это создается том для вооружения? Я его делаю. И это как обычная книжка, я ее могу также зачаровать на чародейском столе, но прикол в том, что на ней будут попадаться только зачарования для оружия. Например, магический сифон, прочность, разящий клинок, блин, все равно куча всего. Ой, смотрите, какая-то слева плашка появилась, я теперь могу аж на 42 уровень зачаровать. Но пока я не хочу этого делать, давайте-ка я все эти книжные полки заменю на адские, и только после этого попробую зачаровать первый предмет. Для этого мне потребуется... О, сейчас куча Незерека переплавлять в эти каменные Незереки, всякие карамни, обходящие пармы. В итоге я сделал еще 10 адских книжных полок. Я думал, получится хотя бы полстака. О, господи. Ладно, теперь заменяем эти книжные полки. Черт и нет, нужно куда-то вместить еще одну книжную полку, но я не знаю, она будет все асимметрично. Ладно, давайте теперь проверим, сколько здесь, блин. По-моему, ничего не изменилось. Мне кажется, меня обманывают. Но на самом деле эти книжные полки просто-напросто очень малоэффективны. Мне нужны более высоких уровней, также морские, вот эти все разнообразные. Ну, блин, как вы понимаете, у меня нету сейчас на них ресурсов. В любом случае, давайте я наконец-то попробую хоть что-то зачаровать. Например, том для вооружения, как я и собирался. У меня здесь выпадает какой-то магический сифон, сколько-то у меня уровней потратилось. И в итоге у меня здесь есть поглощение жизни третьего уровня. Магический сифон четвертого. Проклятие рейдеров 2. И разумеется, я даже понятия не имею, что это за зачарование вообще абсолютно. О, хотя если я shift зажму... О, тут напишут, что оно делает. Раз уж такое дело, то погнали, я попробую еще раз зачаровать. О, уже острота, хоть что-то понятное для меня. Но пока что четвертого уровня. То есть нету ни пятого, ни шестого, ни стандартных для нас значений еще не появилось. И я думаю, что самая эффективная книжная полка, которая тут есть, и это Эндера. Ведь даже чтобы мне ее прокачать, мне не нужно будет ее зачаровывать. Смотрите, нужна обычная книжная полка Эндера. И все, мне нужны вот эти вот как тут всякие слияния с Незером. Вот тут у нас еще вообще было слияние с морем. Задолбало. Ну, блин, единственное, чего у меня не хватает драконьего дыхания и Эндерника. Я сейчас очень не хочу идти убивать дракона. Вот в следующей серии, да, вполне возможно. Поэтому пишите в комментах, делать мне это или нет. Ну, а пока я еще попробую что-нибудь зачаровать теперь у меня. А мне так давно выпало. Опа-на, у меня что, уровни закончились? В смысле, погоди, я не понял. А, тьфу, нет, у меня лазурит. Я уже испугался, думаю, 84 уровень вроде. Почему не, 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 не. Опа-на, хоть что-то нестандартное я получил. Смотрите-ка, я сделал дом для шахтеров. Он принимает только шахтерские зачарования. И мне выпала удача четвертого уровня. Как мы знаем, в обычном Майнкрафте ее нету. А также еще что-то здесь было, прочность. А, я думал, пятого нет, прочности пятого уровня нет. Ну, короче, уже есть что-то нестандартное. Это нам намекает на то, что я могу все-таки получить крутые зачарования. Но пока недостаточно у меня этой силы книжной. Книжне, книжне полской кни, книж, ну, тьфу, короче, понятно. Ну, я зато, например, могу прокачать свою теркеевую кирку. И у меня увеличение опыта будет больше. И прочности, да еще вообще куча у меня тут книжек попадала. Давайте я топор попробую прокачать. О, а еще у меня была книжка на мульти прыжок второй. Я могу наложить на ботинки уже давным-давно хотел проэкспериментировать. И я так понимаю, что у меня появился двойной прыжок. Ну-ка, по-моему, даже тройной. Бамс, бамс. Ух ты, реально работает прикольно. Только я урона получаю много, мне нужна невесомость. О, кстати, я же могу сейчас зачаровать. Еще это супер магическая броня. Почему магическая? Ну, во-первых, потому что она из магического мода. А во-вторых, потому что у нее прочность не тратится. Я вообще не понял, почему это происходит. Прикол какой? Ай, блин, а как? А как я? Как я теперь на невесомость зачарую, если я дебил мульти прыжок наложил? Ладно, сейчас сделаем специальную книжку. А именно том для ботинок. Да, здесь и такое имеется. Да что там только в апофеозисе нету, блин? Мы этот мод точно не успеем сегодня весь разобрать. Теневой шаг. Погоди, я знаю, что такое теневой шаг. Он позволяет максимально близко подходить к мобам. И они этого даже не будут замечать. Именно к враждебным. Вот это нормальная тема. Но мне также нужна невесомость. Давай. О, да, невесомость пятого уровня. Мульти прыжок четвертого. Мрак, мрагическая за... Господи, сколько там зачарований. Вы видели на одной книжке? То говно попадается, то иногда нормально. Так, чаруем. Жалко, конечно, что я это все накладываю на сапоги новичка. Но, кстати, с помощью апофеозиса я потом смогу снимать зачарования, типа, в отдельной книжке. И, короче, их перемещать на другие предметы. Ладно, надеваю эти ботинки. Супер огромным количеством всяких чародеев. И пробую, допустим, сделать мульти прыжок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. У-у-у. Так. О. Фу. Я думал сдохну, но... Вспомнил, что у меня есть невесомость. И теперь, ну-ка, я могу супер огромный. Давайте еще выше подлетим. Высоты падать. И не сдохнуть, да? Офигенно. Вообще не сдохнуть. Два сердца. Вот это прикол. Но самое главное, я просто баг с баней. Смотрите. Байру. Оп. И запрыгиваю к себе на балкон. Ха. Еще. О, это что такое-то я? Какие-то у меня дымы появились интересные. Давайте так же самое я попробую и зачаровать, допустим, всю остальную свою броню. Самое интересное, что на каждую часть брони я получил зачарование печать души. Это очень полезный чар, потому что он позволяет не терять части брони после своей смерти. То есть я сдохну, и на мне останется вся моя броня. Ну, не сказка ли. Так, и что теперь у меня появилось интересного? Наверное, блин, толком ничего не появилось. Хотя, по идее, я на ботинки наложил, а точнее, на поноже зачарование высокий шаг. И это очень офигенная штука. Да, да, я угадал. И мне не нужно прыгать, и очень легко забираться на блок. Вот так просто беру, и все, забрался. Без прыжков, без чего. Многие думают, что это прыжок. Но нет, это вообще не прыжок. Я просто иду, и все, не напрягаясь, запрыгиваю на эту шнягу. Единственное, жалко, что у меня скорость передвижения не увеличивается. Теперь, если я зажимаю прыжок, то эти двойные прыжки автоматически используются. Вот это бесит немного. Но в любом случае, теперь у меня броня нереально классно зачарована. Еще не топала, потому что там можно эти же зачарования добиться седьмых уровней и так далее. Но мне все равно интересно проверить. Ну-ка, давайте этого говнюка ударим, и посмотрим, сколько они будут сносить мне урона. Ну, по одному все... Не, слушай, все равно нормально. Все равно нормально сносит. Ну, потому что это обычная броня новичка, да, была бы у меня какая-нибудь назеритовая, там было бы гораздо эффективнее. Ладно, в любом случае, я буду еще заниматься этим модом, вы мне пишите подсказки в комментариях. Ну, а с вами был Ванчелло, всем... Ты на мой канал подпишись, ты забыл оформить подподписку, ты оформи ее, а также лайки поставь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok